окей все можно начинать здравствуйте я александр ляпин главный редактор фотографического портала фото юэй сегодня поговорим о фото журналистике ну в первую очередь кто такой фото журналист есть википедии там можно найти определение это энциклопедия народная рассказывает что это за люди но на самом деле все меняется понятие как-то расширяются а то и вообще исчезает в данном случае фото журналистом может быть каждый каждый человек кто имеет снимающие устройства видео фото телефон для это фотоаппарат что-то еще не имеет никакого значения потому что сейчас собственно говоря все сми но особенно западе ориентированы на народную фото журналистику то есть где-то что-то произошло любой человек оказавшийся там с снимающим устройством может прислать в любое агентство мира свои фотографии их могут опубликовать и купить различные сми вот получается что собственно говоря профессия фото журналисты немножко нивлируется вот этой массовостью но с другой стороны есть фотоагентство которые в которых работают профессиональные фото журналисты почему профессиональные ну потому что они там в штате и зарабатывают большие деньги сейчас уже правда меньше чем раньше потому что вот эта народная журналистика съела немножко их денежку но тем не менее народная журналисты журналистика хоть и дает оперативную информацию но она не дает качество изображения и до того что это случайные люди по профессии они могут быть мясниками там водителями просто безработными у которых случайно там оказался в руках телефон или какая-то мыльница все это достаточно сложно но где можно получить где можно научиться фотографировать для прессы ну собственно говоря в украине нигде в россии есть школы имени ротченко университет имени ломоносова вот там учат но на самом деле фото журналистика или вообще журналистика это какая профессия которые учиться особенно и не нужно желательно получить какое-то образование специальное например быть химиком там быть физиком экономическое образование потом месяца два походить на курсы где бы вас научили систематизировать материалы работать события понимать его излагать правильно понятно анализировать по журналистки и вы профессионал газета где я работал и был главным редактором даже журналистов за журналистским образованием было очень мало и я не могу сказать что они были лучшими журналистами а фотографов с высшим образованием я вот знаю только двоих ну которые вошли так хорошо в прессу с киевским образованием высшим это иван черничкин и степан рудик вот есть еще ребята которые закончили бывший техникум на белорусской но как-то так они не выделяются особыми талантами и интересными фотографиями пока это штрут с ума шедший но можно как бы поучиться поездив по воркшопам мастер-классом можно за деньги можно выиграть и пообщавшись с великими мира сим из фотографического мира из фото журналистского мира вот перенять у них некоторые приемы и навыки обычно такие мастер-классы проходят неделя две три месяц три месяца вот есть приоп пресс-фото там такие курсы но их очень много в мире хочешь плати хочешь попытайся выиграть место в конкурсе чтобы выиграть например необходимо предоставить некий интересный проект пусть даже не не завершенный но он должен быть оригинальным и показать ваши качества как не только фотографа а исследователя аналитика потому что сейчас фотография особенно документальная фотография и фото журналистика рассматривается сми как фото исследования фотография как исследовать фотография как исследование сиюминутного события некоего явления в мире которое происходит долгое наблюдение или мгновенная фиксация но эта фиксация она должна показать всю суть данного события но сейчас редко кстати одиночными фотографиями журналистика пользуется это обычно серии там репортажи как вот эти события в турции одиночные фотографии там трудно рассказать до берется какая-то яркая фотография но все-таки о масштабах события рассказывает серия и фотография в сумме на журналистике имеет колоссальное значение ввиду того что она визуализирует текстовую информацию а иногда она самостоятельно фотография как источник информации в общем-то для читателей или зрителя вот то есть она может иметь и самостоятельное значение и как иллюстрация к статье но как иллюстрация кстати тут уже меньше фото журналистики потому что автор или ориентируется на статью на текст журналиста или создает недостаточно информативную картинку вот в украинской прессе сейчас наблюдается как раз отход от того чтобы фотограф прессы был самостоятельной единицы журналистской это в основном иллюстраторы каких-то статей вот которые снимают для того чтобы текст который написал журналист качественно или не качественно проиллюстрировать в основном не качественно потому что ну откуда им знать как качестве ну во-первых сейчас надо учитывать то что уходит уходит из жизни бумажные медиа а все больше и больше возрастает значение электронных средств массовой информации во-первых это все более и более доступно потому что мобильные средства связи там интернета он доступен различным устройствам даже через фотоаппарат можно читать новости уже сейчас такие даже выпускают вот и ты снимаешь и тоже отправляешь даже любой мыльницы через вай-фай в любое издание вот и поэтому конечно все бумажные сми имеют свое зеркало это в интернете и когда исчезает бумажная версия остается и развивается интернет версия а так как интернет позволяет демонстрировать видео то требования к нынешним фото журналистам увеличились они снимают еще и видео и вот я часто вижу ефрема лукацкого например за шейтед пресс который идет с фотоаппаратом но снимает видео берет интервью которые в общем-то выходят в виде видео интервью они текстово на этих сайтах агентства и продается новые формы появились это сочетание фотографии текста видео музыки даже для того чтобы усилить эмоциональный эффект образный вот это называется мультимедийные проекты они скорее не сиюминутная событийная журналистика это уже какая-то аналитика где журналист должен рассказать о том что происходит том что увидел иногда даже свои переживания по этому поводу что уже отклонение от какой-то каких-то канонов журналистики где журналист не должен показывать свои эмоции свое отношение к этому в мультимедийно часто это как бы есть присутствует и многие журналисты оспаривают данный канон этический журналистики что нельзя эмоционально реагировать на те или иные события но это сложно очень сложно делать такие вещи потому что технически фотоаппарат вроде бы позволяет а образование навыки умения взгляд развитие чувственности у этих людей с фотоаппаратами часто нуле она не позволяет им создавать качественные продукты я видел очень много работал жюри конкурсов этих мультимедийных проектов увы 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 все очень плохо но здесь этом художники иногда делают но художником там нужно обладать бы умением себя смотреть больше чем то есть соединять свои переживания свой внутренний мир свой интеллект и то что вокруг происходит в этом мультимедийном проекте журналисту сложнее он должен анализировать он должен уметь говорить он должен уметь писать наших ребят этому никто не учит они даже считают что это как-то даже неприлично уметь писать хотя если мы возьмем любого западного хорошего жена то плохих в общем-то и нету в прессе они обладают этими качествами как раз они великолепно пишут у них есть книги текстовые они прекрасно фотографируют они умеют анализировать они понимают что происходит в мире и не могут сформулировать ту проблему которая сейчас на данный момент волнует мировую общественность людей и выдавать это в сми у нас отсутствие образование позволяет фотографам вообще быть называться фото журналистами они люди с фотоаппаратами которые бегают но как я не называю фото журналистами тех кто бегает и снимает митинги постоянно там или сидит в верховной ради и клацает там наиболее одиозные фигуры нет ну какие-то фото журналисты это просто люди с фотоаппаратами которые на данный момент занимаются вот снимают не свадьбы а снимают вот иллюстрации к статьям чем прикольнее фотография тем может быть она там интереснее проиллюстрирует какую-то статью такое аналитики нет вот мне нравится разве что можно назвать современной фото журналистике работу соделя ладно который там взял себе за тему вот фотографировать через часы передавать рассказывать о состоянии об социальном статусе депутатов вот насколько это работает мы видим потому что он там выстроил целые ряды вот этих социальные за статусы один одни депутаты обижаются на других что у тех часы такие у этих такие а публика люди видят что во что это что что такое эти депутаты в общем то вот это вот один из примеров такой аналитической журналисты но сударь он умный вообще-то такой парень отличается очень сильно от всех вот а таких к сожалению очень мало очень и тут я даже не знаю поможет ли образование но она конечно поставит как-то повыше в лестнице с профессиональной журналистом но все равно эта профессия обладевается часто самостоятельно нужно просто очень хотеть снимать так как сальгада там или какой-нибудь другой там нахтвый очень хотеть изучать прием смотреть развивать свое изобразительное чутье и свою собственную визуальную культуру потому что например если мы возьмем очень многие фото журналисты западные они заканчивали художественные вузы то есть из них очень много живописцев графиков вот ну не фото журналист потом они пошли на какие-то курсы где-то год изучали там фото журналистику многие вообще случайно попали вот например я не забыл как его турецкий фотограф в стамбуле начались эти события он просто начал фотографировать его к музыкантам и вообще и выкладывать на своем фейсбуке в результате сейчас с ним связали все буквально мировые агентства и разбирают его на части хотят его фотографии потому что они хорошо получается но он как ни странно он музыкант или что-то у нее творческая какая-то профессия да 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 он нам он более чувствителен к каким-то вещам изобразительным он он Субтитры подогнал «Симон»